Добрый день, меня зовут Светлана Кирилюк, я прошла марафон женственности, поток учился общаться с мужчинами и в этом видео хочу поделиться своим отзывом, своими впечатлениями и своими результатами. С какой ситуацией я пришла в марафон? Я зарабатывала больше мужа, я работала больше мужа, я принимала основную часть решений в нашей семье и какое-то время назад я считала, что это все здорово, это круто, и вроде бы я у нас главная в семье, и я такая молодец, что я так много классно зарабатываю, и вроде бы все хорошо, но в один момент я поняла, что я уже очень сильно устала, и моя активность в работе привела к тому, что мой муж стал меньше работать, менее активен, меньше стремиться к какому-то развитию, и в общем я тяну всю семью на себе, и реально от этого уже очень сильно устала. И все мои попытки как-то подтолкнуть мужа, промотивировать его, подсказать, наоборот, его только еще больше закрывали, и я понимала, что я не знаю, как из этой ситуации выйти, мне нужна помощь, и увидев информацию о марафоне, я с радостью туда записалась. Записалась с ожиданием, что в нем я получу какие-то такие суперфразы, благодаря которым мой муж начнет сразу же активно работать, больше зарабатывать, вот я скажу эту секретную фразу, и сразу все поменяется, все получится, и муж тоже начнет много зарабатывать. Что же было в марафоне на самом деле? Марафон начался с того, что нам дали задание составить список 100 своих желаний, и для меня это было легкое задание, список 100 целей я составила очень быстро, но, прочитав материалы по составлению целей, осознала, что мой список не совсем правильный, оказывается, почти все цели в нем составлены по мужскому принципу, где я хочу, и я сама же их и достигаю. А нам, женщинам, все-таки важно отдавать роль достижения мужчинам, большую часть целей направлять на себя, на то, что я хочу для себя, какие удовольствия я хочу получить, какие новые платьишки я хочу носить, и пришлось свой список целей реально очень сильно переписывать. Дальше, с первых заданий марафона я тоже была удержана тем, что фокус мы перенаправляли на себя, на нас, женщин, а не на мужчин, на то, что с ними можно сделать. Мы проходили очень много разных упражнений на то, как полюбить себя, как найти силы в себе, как позволять себе отдых, радость и удовольствие, как расслабляться, и если до этого у меня был постоянно недосып из-за малыша, и я днем не позволяла сама себе спать, думая, что у меня еще куча же дел, которые нужно выполнить, то здесь, во время марафона, я наконец-то позволила себе отдыхать вместе с малышом, спать днем, или просто ничего не делать, даже если есть куча бытовых каких-то дел, но мне было более важно в этот момент отдохнуть, потому что я поняла, если отдохнувшая и счастливая я, то счастливы все вокруг меня. Дальше, тоже одним из показателей того, что я стала более женственной в этом марафоне, более расслабленной, более счастливой, было то, что у меня дома много фиалок, и именно во время марафона они все зацвели, буквально каждая выпустила бутончики, цветочков, очень красивых, и я каждый день ими любовалась, я думаю, это один из показателей того, что в нашем доме стало больше женской энергии. Информацию, которую я получала в марафоне из заданий, мне было маловато, честно скажу, мне хотелось больше советов, больше инструкций, более подробную какую-то информацию, и в этом мне очень здорово помогла наша команда и наш куратор в марафоне, Наталья Григорьева, которая нас буквально каждый день поддерживала, мотивировала, давала много дополнительных материалов для изучения, что было очень кстати, что как раз я искала. Плюс она давала нам очень классные подробные ответы на вопросы, которые нас интересовали, показывала нам женский путь, женский настрой, поддерживала очень сильно, и благодаря ей марафон был намного интереснее и продуктивнее. Большое-большое спасибо, Наталья, и я очень рада, что я попала в марафон именно с куратором, и понимаю, что именно благодаря этому я, может быть, дошла до конца и получила те результаты, которые получила. Еще, чтобы получить больше подробной информации, во время марафона я купила две книги Ольги Валяевой, это «Предназначение быть мамой», где я для себя взяла очень классные советы по материнству, опять-таки потому, как маме важно отдыхать, наполняться энергией. Вторая книга – это «Искусство быть женой и музой», в которой уже буквально с первых страниц я поняла, насколько это глубокая тема, и что в ней не может быть простых каких-то фраз для мужчин, чтобы он как-то менял сразу свою деятельность, а основная часть все-таки, опять-таки, направлена на нас. Еще не менее открытием стало то, что моего любимого мужчину нужно принять таким, какой он есть, и смириться, что он может и не поменяться больше никогда и быть таким всю жизнь. Им не важно научиться любить и благодарить его таким, какой он есть. И только тогда у него, у самого, могут появиться стремления стать еще лучшим, чтобы еще больше получать любви и благодарности. В общем, я поняла, что тема отношений мужчины и женщины, мужа и жены в семье, на самом деле, очень глубокая, и в ней я еще буду развиваться и развиваться долго-долго, в итоге я уже начинаю новый поток марафона и уже купила поток возвращения к себе, к женственности, и думаю, что это именно как раз то, что будет мне сейчас актуально и нужно. Какие изменения у меня с мужем есть уже сейчас в отношениях? Во-первых, я стала более спокойной, более расслабленной, более любящей, я стала больше благодарить мужа, я стала меньше его контролировать, меньше управлять, что самой мне стало намного приятнее, я сбросила с себя эту обязанность, да, и эту задачу постоянно, которая на собой, наверное, напрягала. Я стала более хозяйственной на кухне, то есть мне стало в удовольствие что-то готовить, убирать, и я это делала, в принципе, легко, и самое главное теперь с удовольствием. Я стала, мне кажется, более нежной по отношению к мужу, и он это точно заметил. В отношениях с нашим малышом я тоже стала более спокойной, более любящей мамой, и что меня тоже очень сильно радует. И еще у меня в жизни произошло одно очень большое изменение. Буквально в последние дни марафона я узнала, что на моей работе, на которой я работаю успешно уже в четвертый год, идет сокращение, переформировка всей работы, и в итоге две мои должности, на которых я успешно работала и хорошо зарабатывала, будут сокращены, и вот уже с первого декабря, как такой, моей работы не будет. И это, конечно, сильный переворот в нашей жизни, это новый абсолютно будет этап в нашей жизни. И, наверное, вселенная таким методом меня подталкивает, опять-таки, к еще более серьезным изменениям, которые вот только будут. Как будет дальше, я еще сама даже не знаю, но уверена, что все идет к лучшему. Поэтому я обязательно поделюсь своими изменениями в следующем отзыве, уже в следующем марафоне, что в итоге у меня поменялось за следующий период, и как дальше выстраиваются наши отношения в семье. Какой вывод по марафону я хотела бы сделать? Во-первых, марафон был действительно очень полезным, и я получила, наверное, в раз 100 больше полезной информации, чем и даже я ожидала от этого марафона. Очень сильно, очень важная была поддержка куратора. И всем тем, кто еще только думает идти в марафон, я обязательно советую покупать с поддержкой куратора, потому что я уверена, у Ольги Валяевой в команде работают девушки, которые не просто делают свою работу, а которые там прямо по своему предназначению, которые очень здорово помогают, и их работа очень ценна, и благодаря их работе, опять-таки, результатов может быть в разы больше у тех же участников. Далее я понимаю, что даже за один марафон каких-то прям кардинальных изменений еще просто, наверное, не может быть, или они даже если будут, то будут чуть позже, и поэтому если вы сразу не видите каких-то изменений кардинальных, то важно это просто понимать, и важно настроиться, что изменения есть в любом случае. Просто большие результаты с этих изменений, наверное, будут видны где-то дальше, чуть дальше. Мне очень понравилось участие в этом марафоне. Я хочу искренне выразить благодарность Ольге, Алексею Валяеву и всей их команде за то, что они организовали такой классный марафон, за то, что они там делятся такой важной и ценной информацией, за то, что они помогают меняться, нам, женщинам, в лучшую сторону, становиться более счастливыми, и я поняла, что в марафонах я надолго. И еще одно, последнее, но очень классное изменение, которое вот-вот будет в нашей жизни, это то, что мы буквально через несколько дней отправляемся в нашу зимовку на остров Бали, это уже будет наша третья там зимовка, и эта поездка была запланирована у нас еще давно, до марафона, но благодаря марафонам эта поездка будет кардинально отличаться от прошлых наших зимовок на том же острове Бали. Я буду другой. И если раньше я туда ехала, но так и не расслаблялась полностью, мне хотелось увидеть множество интересных мест, сделать то-то-то-то, побывать там-там-там-там, то сейчас я еду с целью расслабиться, отдохнуть, наполниться женской энергией, соединиться даже где-то с природой, с миром, делиться тем, что уже знаю я, своими изменениями с людьми, и я уверена, что эта поездка и эта зимовка изменит нас всех очень сильно и кардинально. И я искренне надеюсь, что в этой зимовке, возможно, я еще лично смогу пообщаться и выразить свою благодарность Ольге Валяевой, которую знаю, тоже любит этот остров, и надеюсь, на эту зимовку тоже запланировали поездку туда. В общем, в любом случае, я буду счастлива с вами встретиться, если это получится, и выразить большую благодарность напрямую, вживую, и, может быть, даже где-то помочь в вашем деле. Спасибо всем, кто смотрел мой отзыв, я была искренне рада поделиться своими сложностями, своими результатами, и буду рада делиться с вами дальше. Всем успехов! Пока-пока!